Так, ну сегодня цвет настроения ёлка, мой любимый зелёный свитерочек. Это ж зеркало было закуплено специально для этих целей, чтобы вам показывать свои лучки. И мы опять едем по каким-то делам. Друзья, всем привет! Приглашаю вас в новый влог. Продолжаю освещать жизнь в Калгари, рассказывать про наши действия, что мы тут делаем. Ну и обычная жизнь, конечно. Сейчас мы едем на почту отправить конверт с заявкой на получение медицинской страховки у стоматолога, скорой медицинской помощи, офтальмолога. Это нужно было сделать. Пришёл с хелф-карта, я уже говорила в прошлом влоге, пришла анкета, мы её заполнили, там даже был конвертик с адресом. Значит, мы заполнили анкету, положили в конвертик, и сейчас этот конвертик едем на почту отправлять для получения дополнительной медицинской помощи. Вот как-то так. Погода сегодня потрясающая. Что мне нравится, когда потрясающая погода, видно горы. Вот у нас здесь на ближайшем пятачке почта. Почта находится просто в продуктовом магазине. И сейчас мы её найдём. Вот она. Отправили мы письмецо. Доллар 12 нам это стоило удовольствия. Ну и теперь ждём ещё. Это ещё одна хелф-карт придёт или что это будет? Не знаю, мне какое-то просто разрешение. Я не знаю, как это будет выглядеть, я вам всё это об этом расскажу потом, когда придёт. Смотрите, какой прикольный у нас район. Прям милый всё. В домиках, в магазинчиках. Смотрите, какая красота. Мы в даунтауне. Опять же, по делам. И сейчас я вам покажу, как здесь прикольно. Когда приезжаешь в даунтаун, сразу чувствуется такая... Жизнь кипит, жизнь бурлит. Куча людей, все куда-то идут в костюмах деловые. Вот эти вот огромные дома, махины. Супер. Ну что, всё в порядке? А и мы нашли парковку. Практически без проблем. И ещё прикольно, что в даунтауне многие люди ходят, как я это называю, полуголыми. В свитерочках, в рубашечках. Ну как-то такое ощущение, что они не в Калгари. И что им вообще не холодно. А мне, например, холодно сегодня. Несмотря на то, что температура, в принципе, не низкая, но так довольно-таки сыро и прохладно. Ну а народ... Горячий канадский народ. Так, ну мы зашли в большой торговый центр, в наш любимый. В мой любимый, который находится в даунтауне. Здесь, конечно, украшено потрясающе. Посмотрите, какой сказочный грузовик. Всё цвет Тиффани. И у меня ёлка тоже так дома украшена. Так, друзья, мы в мебельном магазине Леонси. И здесь есть потрясающий отдел, где вроде как бы вещи с браком по заниженной цене. Посмотрите, какой кайф. 300 долларов стол. Можно за 195 кресла. Вот тут диванчик 595. И мы положили глаз вот на этот роскошный мягкий диванчик. Он небольшой, но он новый. На нём не видно никаких признаков брака. Просто он одинокий. И стоит он 299 долларов. Здесь также можно купить матрасы. Вот. Обратите внимание. Прайс. 545 долларов стоил этот матрас 1599, да? Кинг-сайз матрас. Кому, даже дешевле, чем мы купили. Офигеть. Ну ладно. В общем, такой ассортимент. Вдруг кому пригодится. Вот тут такой диванчик. Вот кожаный диванчик за 395. Но у него есть брачок. Также здесь можно купить кровати. Вот. Ещё 495 такой диванчик. Креслица. Столы. Тумбочки. Очень классный отдел. У меня, конечно, глаз лежит на этот стол. Он, вот как по мне, он суперклассный. Но мой муж категорически не хочет стеклянный стол. Я не знаю, с чем это связано. Я думаю, наверное, с тем, что его нужно как-то довести. Кстати, в этом отделе нету доставки. То есть, если вы покупаете просто в этом магазине мебель, то у вас идёт доставка бесплатно. А здесь нужно либо заплатить за доставку, либо самим тащить. И вот сейчас решится судьба этого дивана. Будет он наш или нет. Виктор пошёл мерить, как у нас там внутри в машине поместится он или нет. Но диван реально прикольный. Смотрите, я говорю, опа! Ну, классно же! Сейчас я вам быстренько покажу мебельный. Вот такой огромный мебельный магазин. Он огроменный. Ну, цены так вот. Сейчас я вам, чтобы вам показать, быстренько, чтобы было понятно порядок цен. Ну, вот такой угол. Вот угловой диван. Грустного серого цвета. Тысячу девятьсот девяносто девять. Две тысячи долларов. Тысячу пятьсот долларов диванчик. Две с половиной тысячи. Вот такая залипательная история. Три шестьсот девяносто пять. И дальше по списку. Вот тоже прикольный диван. Тысячу шестьсот долларов. Ну, все. Милый, симпатичный, новый диванчик закуплен. И нам его привезут в субботу. Да, сегодня у нас четверг. Договорились за доставку. 80 долларов еще будет стоить доставка. Но что? Ну, не влез он в нашу машину. Но диванчик очень милый. Прямо он замечательный. Радует, что он новый. Потому что я не очень люблю бушные вещи. Особенно такие, как диваны, кровати. Ну, как-то так. Сейчас я вам покажу этот магазин. Вдруг вам пригодится. Потому что я знаю, что мои ребята-подписчики в этом же магазине по моей наводке прикупили себе стол. Вот этот магазин. Этот чудо-магазин. Называется он Leons. Это канадская фирма. Мебель из Канады. И вообще весь этот пятачок это мебельные магазины. Вот такой райончик. Смотрите, какой прекрасный был закуплен домик для эльфика. Значит, мы продолжаем обустраиваться. Сегодня обустраиваем эльфика. Это классическая картонная коробка. Домик. И сейчас Виктор его соберет. Эльфик, ты где? Иди сюда. Папа тебе сейчас такой дом роскошный соберет. Ты будешь в шоке. Ты вообще такого дома никогда не видел. Непонятно, но здорово. Где-то должна быть звездочка для входа. А это стены. А кто это тут такой маленький? Кушает паштет. Ловкость рук и никакого мошенничества. Посмотрите, какой потрясающий получился у эльфика дом. Найки, это эльфика дом. Эльфика. Этот все уже хочет приватизировать себе. Поставим где-то здесь под елочкой. Полюбуйтесь в действии. Ты что хочешь за пять минут все развалить? Эльфиса. Боже, сколько вообще у ребенка радости. Оп. Смотри, 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 как он там. И тут окошко. И тут окошко. Это ж надо какой кайф. Здравствуйте. Уже купили. Скажи, наконец-то мне купили достойное жилище. Итак, улов на сегодняшний день. Вот он, диванчик. Так, чей-то телефон. Диванчик нам сегодня доставили. Мы балдеем. Наша елочка. Значит, диванчик мы купили в магазине Леонс. Здесь же у нас стоечка под телевизор, которую мы купили в Ресторе. Всего за 30 баксиков. Вот такая прекрасная, прекрасная полочка. И еще один прикольный улов. Вот такие роскошные барные стульчики. Посмотрите. Кожаные. Практически как новые. Их мы взяли на фейсбуке, в маркетплейсе. Это все Виктор охотился. Вот такая красота у нас теперь. Остался стол обеденный. И все. Полный. Абалдемонс. Больше всего мне нравится вот этот домик для эльфика. Вот такая, друзья мои, ситуация с мебелью на рынке в Калгари. Если вы заехали в пустую квартиру, как это сделали мы, и большинство квартир здесь действительно сдаются без мебели, то ее нужно искать методом научного тыка. Что-то там, что-то там. Мы шерстили на фейсбуке, в маркетплейсе. Вот эти магазины Рестор, там где старая бэушная мебель. Новые магазины. Кровать мы купили за Брик. Значит, диванчик этот. Роскошный диванчик. Иди сюда. Мы купили в Леонсе тумбочку в Ресторе. Мебель надо искать. То есть в один день все вот так вот взять и купить, к сожалению, не получается. Потому что, ну, во-первых, это очень большое количество денег, если сразу вот так вот все обставить. Ну, и во-вторых, в съемную квартиру, особенно в первую квартиру, я считаю, что этого не стоит делать. Поэтому мы потихонечку, по чуть-чуть, все откуда-то охотимся за мебелью, в общем. Откуда-то тащим. Найкуши мальчику тоже, да, нравится? Нравится диванчик Найкуши мальчику. Скажи, не забывайте подписываться. Друзья... О, Найкуша мальчик недоволен, когда его дергают. Так, друзья, не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайк. Помните, что есть телеграм-канал, в котором мы с вами общаемся. И завтра, 11 декабря, с подписчиками мы встречаемся возле волшебного рождественского поезда. Все это есть в телеграме. Вам хорошего настроения, а мы едем смотреть стол. Опять же, на фейсбуке вы смотрели какой-то симпатичный стол со стульями. Так что, всем хорошего дня, нам удачного стола, да. И, конечно же, до новых встреч. Следующий влог будет про рождественский поезд. До встречи.